жара такая стоит что просто я весь потек на нашей машине не стеклоподъемников и вот оно счастье я купил стеклоподъемники передние задние но не столь важны а вот передние очень важны есть тут две кнопочки две заглушки вот они и какие-то провода у вас 3160 типа встает без каких-либо доработок ну сейчас попробуем поставить погнали для того чтобы поставить их нам нужно снять карту понятно что в интернете это каждый второй делал и показывал снимал вот но я просто показываю как я на своей машине что-то делаю и естественно мой уазик не отличается ничем от остальных как мы видим вот такая вот ситуация происходит и так что нам нужно сделать открутить два болта 3 4 5 6 7 8 9 9 болтов ну будем пытаться старый вытащили новые воткнули причем вон сколько крепежа осталось ничего не подтачивал все прям стало как должно было быть сейчас я все в обратном порядке соберу а так весь прикол что провода которые там были они даже приходят на эту кнопочку то есть я даже провода не протягивал вот но кнопочка не лезет нужно будет там что-то подтачивать но это отдельная тема так сейчас мы собираем дверь а еще по какой прикол она когда нажимаешь машины выключено зажигание она работает так что собираем дверь короче прикупил этот по случаю железочки которые у меня под фарами просто сгнили вот сейчас мы их в несколько этапов покрасим и будем устанавливать это вот грунт это сама краска и лак вот такой вот интересный комплект будет на нашей машине так что мы видим по факту грунтом я покрыл краской я покрыл и лаком это залил выглядит это теперь вот так вот ведь как конечно есть всякие недочетики но по факту сейчас это все высохнет и будем пытаться устанавливать на машину вот так вот сильно сгнили вот эти элементы особенно вот этот чем мы сделаем мы сейчас открутим решетку попробуем снять фары потому что вот эта фара блин болтается как-то не очень хорошо чуть не знаю ну и заодно лампочку у меня вот здесь на этом фаре лампочка мигает очень сильно габаритная еще изначально чтобы вот эти пластмасски снять нужно открутить масляный радиатор сейчас мы это сделаем но впоследствии я думаю что радиатор я прикручу сразу к металлу эти крышечки пластмассу уже буду сверху просто одевать потому что но не знаю не конструктивно это реально в общем посмотрим что получится и получится ли вообще один зритель вот говорил про решетку что типа ученые же не зря высчитывали все типа мотор будет греться но суть не про это а про то что вот ученые думали они вообще думали как там все прикручено вот допустим зачем я откручивал вот это если мне это не нужно было снимать один болт с одной стороны другой был с другой стороны такое это зачем так сделали просто жесть сейчас мы вот видите как это выглядит я вот сейчас вот каким-то макаром нужно туда долезть и попробовать его выкрутить это конечно сильно но деваться некуда приступим вот сняли мы левую фару если я так рассматриваю вот он крепеж и он не до конца но почему-то лопнут сейчас мы будем приклеивать очень модным клеем ну и заодно еще посмотрим вот здесь почему-то выкрутилась надо и обратно сюда вкрутить вклеить так ладно работаем ночью я вам могу сказать вот этот вот болт который отсюда откручивается вот сюда прикручивается проблематично вообще выкрутить но сняв фару у меня это получилось без проблем снизу ну я пытался сорвал его может быть два виточка сделал и дальше все встало а еще же интересный момент что он здесь видите какой длины то есть по факту торчало больше половины с этой стороны надо сюда ставить коротенькие не такие длинные соответственно видите чё там под крылом происходит вот чего крыло почти снизу сгнило ну ладно на этот год хватит а на следующем возможно что придется менять сейчас мы попробуем вот эту фару вытащить и достанем вот этот вот элементик вон его проблематично конечно ну и соответственно сейчас уши будем подклеивать которые поломались по какой-то причине на фаре вот видите разница в чем это я вчера красил это вот родные стояли гниют они видите как вот от этих швов скорее всего и понеслось поэтому когда я вот здесь украсил я максимально старался залить именно вот эти края сейчас пойдем устанавливать и посмотрим единственное только вот как как они у меня были привернуты к доске вот эти края не прокрасились но я думаю что как-то переживем вот такой вот модный клей мы купили короче этот маленький баллончик это сам клей он наносится на трещинку где там чё лопнуло вот а вот это это потом распрыскивается типа отвердителя то есть после него пшикается спреем и все застывает сейчас мы его опробуем как раз на фаре который у нас лопнуло и посмотрим что это за тут там тут там хамон еще я думал что когда лампочка начала мигать что у меня проблему с этим цоколем и на всякий случай я купил от chevrolet niva ведь он теоретически его можно если что заменить он как туда подходит купила их две штуки но чет не знаю наверно сейчас просто подожму контакты и попробую со старым что он там здесь вот уже твердый стал этот прям резиновый ну ладно сейчас мы туда его запихаем вот теперь все встало на свои места и так вот это первый крепеж фары вот это второй вот это третий и вот это четвертый ну не знаю он по моему просто должен одеваться на него больше фару ничего не держит сейчас попробуем его поставить потому что вот этот крашеный элемент мы прикрутили но насколько качественно я здесь не стал затягивать до конца сейчас посмотрим вот и другую сторону разобрали правую вот здесь вот на крыле уже красочка пошла а если изнутри заглянуть то будет видно этот я вы дышкой пролил хотя бы хоть как-то забрызгать вот так вот это все выглядит тут жалко мавили нету сейчас бы еще мавили можно было пшикнуть пойдем пока на фаре короче еще один крепеж сломан только из-за того что вот этот он видно по нему он был открученный болтался и фара получается упала вниз и тем чем он здесь держится короче на ней висела 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 и походу надломила сейчас мы тоже будем клеить вместе блин еще с одним каким-то подкрепежом тоже каким-то верхним который 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 где-то тут крепится так ладно продолжим клеить фару радиатор охлаждения масло пришлось перенести внутрь прикрутить на длинные болты потом поймете для чего такой выпуск сделал вот здесь тоже потому что изначально чтобы открутить пластмасски пришлось снимать эту этот радиатор а он совершенно не нужно было снимать переделал поставил фары ну в принципе чем мы сюда лезли чтобы фары на место поставить ее поставить вот эти крашеные элементы теоретически почти все до собрали части до соберу выгоню на улице покажу как это стало выглядеть собрали мы осталось поставить решеточку вот как здесь получилось то есть вот это теперь откручивается одной гайкой это не трогаем так и остается и здесь точно так же обход все специалист в области уазиков на это говорит я займусь на днях сейчас просто не до этого обязательно вот я прям обещаю что переставлю вот прошло некоторое количество времени и детальки крашеные уже стоят на машине выглядит это вот так вот эту фару задолбался ставить там уже были поломаны пока подклеили короче клей тот вообще в принципе не клеит надо крепеж переставить чтобы поплотнее было и вот тут вот тоже крепеж надо переставить чтобы поплотнее было тут не знаю почему щель такая появилась хотя и здесь она уж такая последующие нами что будем делать этот как-то будем устранять вот этот отверстие попробуем его закамуфлировать как-то ну вот